Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня еще одно видео, посвященное устройству, работающему под давлением. Но не с отрицательным давлением, как работает универсальный вакуумный куковщик Медведева, а с избыточным, с положительным давлением, так как работает камера для полимеризации пластмасс, как работает зуботехнический полимеризатор. Ко мне обратился зубной техник с просьбой создать камеру для полимеризации пластмасс, потому что зарубежные аналоги стоят в районе от 30 и далее тысяч рублей немерено. Значит, ему было сделано устройство, а сейчас я вам хочу показать, каким образом я испытываю данные устройства для того, чтобы они были максимально безопасными. Для этого мы с помощью насоса высокого давления сделаем гидравлическое испытание данной камеры. И вы в этом видео увидите на манометре, какое давление выдерживает данная камера. Соответственно, можно ее использовать для полимеризации зуботехнических пластмасс и любых других, либо нельзя. Данная камера изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, имеет специальное дно, которое нагревается на индукционных, на газовых, на стеклокерамических, на плитках любого типа. То есть, данное устройство можно будет использовать как для холодной полимеризации, так и для горячей. Сейчас мы все это сделаем. Значит, вот крышка, в которую заведен шланг высокого давления. Итак, сейчас мы возьмем воду и нальем в эту костюшку. Остаток воды мы дольем в насос. Закроем наше устройство. Вот так вот. Значит, и будем накачивать воду до тех пор, пока сюда не пойдет водичка. А потом мы закроем жиклер и будем смотреть, что у нас получится. Вот, слышали, да? То есть, насос закачивает туда воду и сейчас отсюда будет выходить вода. Давайте вот сейчас посмотрим, давление есть какое-нибудь или нет? Вот на манометр, вот сюда. Я держу пальцем, нету. Но, сейчас я уберу палец и все услышали щелчок. Ну, хорошо, это выходит отстаточный воздух. Сейчас должна пойти вода отсюда. Ну, где вода? О! Смотрим. О! О! Отлично. Что это значит? Это значит, что данная камера полностью заполнилась водой. Значит, сейчас мы закроем с вами жиклерчик. Посмотрим, воды немного. Закрутили. Закроем крышечку. На всякий случай. И будем создавать давление. Я на всякий случай отойду сюда. Посмотрим, что из этого получится. Раз, два. Вот. Вы слышите, она потреска. Итак. Итак, давайте сейчас еще раз в замедленном воспроизведении посмотрим, что у нас произошло. И обратим внимание на манометр. Итак, что у нас произошло? У нас произошло замятие и вырыв крышки. Смотрим. Но, но, то, что было установлено мною, конкретно клапан, конкретно прокладки, заменены прокладки, все вот это выдержало. Значит, теперь, что касательно размерности. Значит, зуботехнические полимеризаторы и вообще полимеризаторы пластмасс работают на давлении 2,5 атмосферы. Это примерно 2,5 бара. Ну, плюс-минус. А данный манометр проградуирован в мегапаскалях. Мегапаскаль 1, это 9,9, ну, 9,87, там, опять же, плюс-минус, стандартная атмосфера. Это значит, что при 0,7, на чем сработало вот это, значит, данная полимеризатор, данная камера давления выдерживает 7 атмосфер. А на самом деле, работать должна ее рабочее давление 2,5, то есть, практически трехкратный запас прочности на вот этом изделии. Значит, сейчас я вам покажу, что именно, какие именно дополнительные устройства я монтирую. На вот это устройство. То есть, это термоманометр и клапан безопасности на 2,5 или 3 атмосферы, ну, или бар. Итак, мы провели гидравлическое испытание данного устройства. Значит, вы в замедленном видео все это посмотрели. Значит, еще раз скажу про размерности. Значит, данный насос, это насос высокого давления и, значит, манометр проградуирован в мегапаскалях. Значит, 1 мегапаскаль – это примерно 10 стандартных атмосфер плюс-минус 10 бар. Соответственно, мы видели, что сработал он на 0,7 или 0,8 мегапаскаль – это приблизительно 7-8 атмосфер. Вот. Значит, теперь я вам расскажу, из чего состоит это устройство. Устройство состоит из высококачественной нержавеющей стали с специальным теплокапсульным дном, которое может использоваться для любых типов плит, включая индукционные. Кроме того, мы установили сюда термоманометр, который одновременно показывает как давление, так и температуру. То есть, если мы будем полимеризацию делать и греть, то мы можем посмотреть, какая температура внутри с помощью одного устройства. Вот здесь манометр проградуирован в бар. Покажите, пожалуйста. То есть, фактически, это атмосферы. Кроме того, мы установили клапан, который аварийный, который рассчитан на 3 бара. Ну, это приблизительно 2,7 атмосферы. Все полимеризаторы, в том числе импортного производства немецкие, они работают на температуре примерно комнатной. И, соответственно, на давлении они работают 2,2-2,5 бара. Кроме того, здесь есть специальный клапан, через который мы сюда будем подавать давление. Давайте сейчас посмотрим, что у нас получилось. Итак, мы устанавливаем наше устройство и его закрываем. Делается это все одним движением руки. Дальше мы возьмем компрессорный пистолет. На нем также есть манометр, также проградуированный в бар. Подключаем. И начинаем накачку. Сколько у нас на манометре? О, надо еще. Значит, шипение это из-под плакана. Сняли. Давайте посмотрим. Смотрим на черную стрелочку. То есть, она нам показывает 2,5 атмосферы. 2,5 бара. Ну, 2,5 атмосферы. Ничего не шипит. Ничего не исчезает. Значит, я проводил испытания. Значит, ну, сутки держит аппарат. Теперь, как производится... Да, там пластмасса, она полимеризуется. Мы можем поставить на плиту. Не вопрос. Значит, сейчас идет сброс давления. Смотрите. Мы крутим этот клапан. Вот так мы снимаем нашу кастрюльку. Все. Вот так вот работает этот полимеризатор. Несколько слов хочу сказать о безопасности. Значит, не зря я комплектую данный полимеризатор шлангом, на котором тоже стоит манометр. Манометр 1, манометр 2 и аварийный клапан 3. Если вы, конечно, дадите большее давление, ну, смотрите, чтобы было все отрегулировано заранее. Внимательно следите. Но помните, что на 8 атмосферах у вас произойдет пробой крышки. Но, как вы все это видели в видео, все, что сделано моими руками, прокладки, клапана, группа безопасности, все это выдержало. И ничего не испортилось. Испортилась немножко крышка, которую я потом отрихтовал. Еще хочу сказать. Так как это не ржавейка, она гнется. И в самом нехорошем случае, ну, просто согнется эта крышка. Если у вас алюминий, алюминий разлетается на куски. Может, послужить, это будет взрыв. Я видел несколько полимеризаторов, которые были перекачаны. Это из алюминия полимеризатор. Это бомба замедленного действия. Поэтому, советую обратить внимание вот на это мое устройство. Спасибо за внимание.